Hey guys! Кто из вас изучает английский язык или изучал его в прошлом? Напишите, какой у вас сейчас уровень и учите ли вы язык в комментариях. Но наверняка многие из нас с вами, включая меня, хотели бы этот уровень поднять. И я уверен, что таких у нас точно будет большинство. И сейчас технологии дошли до того уровня, что у вас реально репетитор может быть по английскому языку в кармане. Где-то вы уже это слышали, наверняка почти все приложения об этом рассказывают. Но здесь реально умная тема и это реально крутое решение. Наверняка многие из вас слышали про голосовые ассистенты. Алису, Google Assistant, Siri и так далее. И все эти ассистенты, с одной стороны, дико умные, с другой стороны, дико полезные. Но герой этого видео, на самом деле, намного умнее и намного полезнее. Итак, давайте познакомимся. Робот Экви, самый настоящий, внутри вашего смартфона, который позволит вам изучать английский язык. Будет с вами делиться медиафайлами, которые будут оставаться в чате. И на самом деле, помогать вам, в принципе, заниматься любимыми делами. Ну, например, куда-то полететь, либо купить билеты на концерт. Но это мы с вами еще отдельно посмотрим. Само решение будет доступно с 10 октября. Сейчас, скорее, бета-тест. Но при всем при этом, потенциал у приложения очень и очень большой. И если я мог говорить, что Алиса, это клево, прикольно, там, и так далее, то здесь конкретно практическое применение. И в это практическое применение, на самом деле, больше смысла, чем просто у голосового ассистента. Я не преувеличиваю, если скажу, что это настоящая революция в плане изучения языков. Этот метод приближен максимально к реальности. Но, однако, это технологическое решение. У вас есть два преподавателя. Давайте представим все максимально просто и наглядно. Два преподавателя. Один говорит только на английском, второй говорит на английском и на русском. За счет чего второй преподаватель может переводить то, что вам непонятно на английском, от первого. Но у вас сохраняется элемент общения с носителем языка, однако вы не привязаны ко времени и к месту. Вы можете спокойно общаться там, где вам удобно и сколько удобно. Как голосом, так и в текстовом ключе. При этом данное технологическое решение не сильно уступает в знаниях и умениях. Круто ведь? Если у вас базовые знания языка, то для вас есть курс для начинающих. Если у вас средние знания языка, соответственно, вы можете выбрать более продвинутый курс и уже усиливать свои знания, общаясь на английском языке. И если у вас действительно продвинутые знания языка, то вам будет интересно общаться. Это очень немаловажный фактор. Ибо для меня, например, поддержка разговора подобным технологическим решениям, именно интересного мне разговора, является основополагающей. Если нет, то смысл какой в этом? Все должно быть максимально нативно и умно. И это должно действительно заменять преподавателя. И тут как раз так это и работает. У Экви есть масса преимуществ. Давайте выделим несколько из них, чтобы окончательно понять, как это все работает и чем он действительно круче, чем преподаватель. Так, например, он доступен 24 на 7. И там, где вам это удобно. Вы можете идти по улице и разговаривать. Вы можете общаться дома голосом. А, например, в метро, где шумно, вы можете перейти в текстовый формат. И то, и то работает одинаково хорошо и подтягивает ваше знание языка. Ну и, наверное, в-третьих, стоимость. Если там все понятно, 24 на 7, вы можете общаться где угодно и как угодно, то стоимость здесь одного занятия всего 29 рублей. Против, в среднем, 600 рублей, если вы занимаетесь преподавателем в Скайпе. Согласитесь, очень большая разница. И здесь этот формат занятий намного-намного доступнее. Есть еще один момент. Если у вас не очень хорошее знание языка, и вы еще так особо не практиковались, то, ну, согласитесь, достаточно стрёмно заниматься живым преподавателем. Вы можете немного стесняться. И здесь как раз все до наоборот. Робот это не человек, его нечего стесняться. При этом умения и знания у него абсолютно такие же, как и у живого преподавателя. Он может поддержать беседы и помочь вам в освоении языка. Абсолютно, думаю, крутая тема. Ну, окей, хватит разговоров. Давайте на все это посмотрим живую. Живой тест лучше, чем я могу вам рассказывать про это. Но, перед этим, все равно нужно было сделать какую-то вводную, чтобы у вас было понимание, чем это решение отличается от других. И что у него есть такого крутого, что нет у других решений. Давайте вместе будем смотреть уже на итоговое приложение внутри смартфона. Скажите или напишите ваше имя на английском. Мой номер в Влад. На всякий случай уточню, вас зовут Влад? Да. Nice to meet you, Влад. А это Патрик. Nice to meet you, Влад. Скажите Патрику, что вам тоже приятно. Nice to meet you, Патрик. Не понял. Повторите еще раз. Скажите Патрику, что вам тоже приятно. Nice to meet you, Патрик. Влад, do you like to travel? Yes, of course. And what kind of traveling do you prefer? Вы знаете, вот тут на самом деле очень наглядно. Это приложение очень хорошо вас мотивирует не только правильно говорить на английском языке, но и при этом вы должны стараться над своим произношением. Я сказал неправильно, и мне пришлось передать именно английский акцент, постараться проговорить Патрик, как бы я это говорил, если бы это был действительно живой носитель языка, который бы заставлял меня это пересказывать и все проговаривать. Поэтому вполне себе хорошая тема, и если даже по несколько раз вы что-то повторяете, это не потому что бот что-то не понял, это история того, что вас мотивирует максимально четко и правильно проговаривать. Вы должны четко сейчас были услышать, что произношение у Линды и Патрика очень даже неплохое. Ну и главное преимущество это персонализация. Естественно, сейчас у нас уточнили вид путешествия, который мне больше всего нравится, затем будут вопросы про музыку, еду и так далее. На самом деле я уже поигрался, где действительно огромное количество тем, и Экви обладает действительно большим массивом информации о всех жанрах музыки, кино и так далее. В нем также заложена информация об основных вопросах, которые задают на собеседованиях за рубежом по более чем 80 профессиям. Так что практический момент использования приложения однозначно очень и очень крутой. Давайте продолжим, поговорим дальше, ну а я буду с ним уже общаться. Окей, поехали. I like extreme tourism. Extreme tourism. Interesting choice. And I have a question for you about it. Ok. How old was the youngest mountaineer who conquered the summit of Everest? Fifteen. False. Jordan Romero is an American mountain climber who was 13. 14 years old when he reached the summit of Everest. Есть ли слово в данном предложении, которое вы не знаете? Да. Скажите или напишите на английском это слово или словосочетание. Mountain climber. Mountain climber. Альпинист. Добавил слово в ваш словарик. Есть ли еще слово, которое вы не знаете? Или перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос. Кстати, если соберетесь куда-то полететь, дайте знать. Я умею искать билеты одновременно в. И anyway, any day. Благодаря чему могу найти самый дешевый билет. За эти покупки также начисляют серебры. На секунду остановимся. Первое. Разберем вот основные моменты, которые здесь есть. Так. Ну, первое. Мы играли, по сути, в викторину. Это делает процесс обучения более увлекательным. И параллельно расширяет ваш кругозор. В этом плане я могу поставить однозначный зачет. Это сильно очень интересно. Ну и, конечно же, за каждый правильный ответ начисляются бонусы. Либры, которые можно тратить у партнеров. Например, на Алиэкспресс есть встроенный словарик, куда добавляются слова и фразы, которые вы не знаете. Там мы можем получить билеты и так далее. Ну, кстати, если кто-то будет лететь куда-то, то можно, действительно, дать знать приложению. Это вот тот редкий случай, когда преподаватель английского языка находит вам еще и дешевые билеты. Вообще, это не просто преподаватель, естественно, а экосистема, которая будет создана именно для вас. Ну и, естественно, обучение также включено в процесс заказа билетов. Но это можно будет увидеть и уже пощупать после официального старта приложения. На самом деле, получается так, что дополнительный функционал здесь присутствует. Я уже вам про это сказал. И также можно будет там другие вещи реализовывать. Но сейчас мы это посмотрим, потому что все будет впереди. Итак, продолжим. Хорошо, буду знать. Обратилась к вам, Линда. Ок. What type of music do you like most of all? Most of all, I like pop music. That's good. I know all famous pop musicians, and I have a question for you about one of them. Ок. Есть ли слово в данном предложении, которое вы не знаете? Да. Скажите или напишите на английском это слово или словосочетание. Давайте его напишем просто в силу того, чтобы вам показать. Смотрите. То есть, если, например, вы плохо знаете, как будет произноситься то или иное слово, но при этом вы знаете, вы видели его, как оно было написано, то его можно легко здесь написать. Это на самом деле тоже позволяет. Ну и, как вы видели, мое произношение оставляет желать лучшего, и здесь исключительно мотиватор того, чтобы вам работать лучше. Хотя, если бы мой английский был немного более продвинутый, соответственно, можно было бы общаться вообще на тим. Если вам нравится поп-музыка, то вы должны знать General Choir и их композицию Automaton. Текст композиции классный. Давайте посмотрим, о чем песня. Лирикс. I've powered up. Get my program set. And turn my head toward the sun. Inside I know. I'm null and void. I'm automaton. Translate. Слова песни. Я включаюсь, загружаюсь и поворачиваю голову навстречу солнцу. Я знаю, что внутри я пусто отключен. Я, робот. Послушайте этот отрывок. Совершенно другое восприятие. Спасибо. Спасибо. Далее. Ну, на самом деле, мы так можем играть достаточно долго, и я думаю, что все здесь более-менее понятно. В принципе, получается так, что ваш смартфон становится вашим преподавателем, а здесь устанавливается действительно робот, который умный, который может вам подарить массу эмоций, может дать послушать отрывки из действительно крутых композиций, ну и, конечно же, развивать вас как эмоционально, так и физически. Как вы видели, можно также заказать билеты через него, если вам действительно захочется послушать, например, какого-то исполнителя вживую, который вам понравился во время разговора. Ну и понятно, чтобы скрасить время до официального запуска приложения, вам предлагаю первым получить вообще уведомление о запуске, ну, естественно, и это все доступно во формате Telegram, который вот сейчас вы видите перед собой. Естественно, ссылки я все оставлю в описании. Что по итогам могу сказать? Да, есть ощущение живого общения, да, позволяет вам наращивать скиллы, делать это интерактивно. Честно говоря, очередная штука, которая по-хорошему взрывает мой мозг, и я даже не мог представить, что сейчас уже есть что-то подобное. А что будет, например, через три года? Что будет через пять лет? Нет, я даже не могу представить, и через десять, наверное, мы будем общаться с вот такими решениями, которые позволяют нам действительно получить массу эмоций, массу крутого контента, для того, чтобы мы могли наращивать свой скилл и саморазвиваться. Просто невероятно. Как я вам уже сказал, все ссылки я оставлю в описании, сами сможете все попробовать, а по факту релиза можно будет использовать абсолютно весь функционал, который сегодня был показан, это заказ авиабилетов и покупка билетов на концерты. Ну и, естественно, я вот за себя могу точно сказать, что буду пользоваться, и вам советую. В современном мире знание английского языка это такой же обязательный скилл, как умение, например, считать или писать. Ну и читать. А тут еще и в формате искусственного интеллекта. В общем, все как мы любим. Технологии на месте, и при этом мы получаем дополнительный скилл и знания. Ну а на этом действительно все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Вот такие вот прям, да, вот тут, вот такие. Конечно же подписываться на канал, там внизу есть соответствующая красная кнопочка. Здесь она у вас сейчас тоже появилась, можете посмотреть несколько других видео, если вам все еще интересно, и вы хотите увидеть что-то еще крутое из технологического мира. И есть же тут же иконочка для того, чтобы подписаться. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok